Снять ремни, сдать мобильные телефоны, сдать все лишние предметы и проходим через металлоискатель. И в то же время вас обнюхивает собаки. Я сама испытала стресс, когда была представителем от родительского комитета на ЕГЭ у своего младшего сына. Это был 2016 год. Здравствуйте! С вами я, психолог, системный семейный терапевт, гипнолог Эльвира Емельянчикова. И сегодняшняя тема нашей встречи – как подготовиться морально к сдаче ЕГЭ, как пережить вместе с ребенком стресс, как снять напряжение, которое испытывают школьники, готовясь к экзаменам. И сегодня у нас в гостях психолог, психотерапевт позитивной психологии Александра Прос, а также мама со своей дочкой, которые принесли нам этот запрос. Запрос был снят на видео, и мы решили пригласить их в студию для того, чтобы обсудить эту тему, которая наверняка будет интересна многим зрителям. Эльвира, хотелось бы узнать ваше мнение как психолога на следующую ситуацию. Моя дочь учится в девятом классе, и в этом году они сдают ОГЭ. Сейчас начались такие пробники, тестовые экзамены. После одного из такого теста приходит результат в 25 баллов. 25 баллов – это такая четверочка с минусом. Дочь рассчитывала на более высокий результат, он ее не устроил, она расстроилась. Я сказала, что, в принципе, еще все впереди, еще есть полгода, чтобы подготовиться, у нее, значит, все получится и будет нормально. Но тут учительница присылает голосовое сообщение, в котором она говорит, что это для нее очень-очень плохо, и она будет ее очень-очень сильно ругать, и что это все ужасно, никуда не годится. Пусть она придет на следующий день, и она, значит, ей задаст. Моя дочь расстроилась и вообще решила в школу не идти. Поэтому такой вопрос, как родителю правильно реагировать в этой ситуации, как помочь ребенку настроиться на экзамены, на положительный результат, и стоит ли вообще вмешиваться в отношения между учителем и ребенком. Спасибо. Итак, школьники готовятся сдать ОГЭ, а потом ЕГЭ, и, естественно, попадают в определенные стрессовые ситуации. На эту тему мы попросили записать видео экспертов, клинического психолога, детского психолога, позитивного психолога, а также психиатра и нарколога. Инга, ну вы как мама, расскажите, пожалуйста, что вас сейчас волнует, и как вы готовитесь к ЕГЭ, что испытывает ваш ребенок, как вы помогаете справиться с этой ситуацией? Что? Как вы у вас себе? Ну, уже на себе испытали первые такие стрессы, первые ласточки. К ЕГЭ дочь начала готовиться с начала года. К ОГЭ. К ОГЭ, да, это девятый класс. То есть мы взяли... Ну, репетиторы, и курсы по некоторым предметам тоже я прохожу. Вот, и готовлю самостоятельно, прорешиваю варианты и волнуюсь. Да, ребенок у меня достаточно ответственный, нацеленный на результат, но при этом, конечно, волнуется. И поэтому эта ситуация с реакцией учительницы на, казалось бы, четверку, она была для нас достаточно болезненна. Я учительнице позвонила все-таки, и мы с ней достаточно бодро поговорили. То есть она сказала, да ничего страшного, она сдала очень хорошо, но я бы хотела, чтобы она сдала получше. На что я ее попросила, что ребенок и так переживает, то есть ее стимулировать дополнительно не надо, потому что она сама себя очень плохо чувствует, сдав не на то, на что она рассчитывала. Ну, в принципе, и все. То есть логично предполагать, что учителя рассчитывают на более высокий балл, да? Наверное, тут их можно понять. Они стремятся улучшить показатели, и, опять же, это их заслуга, когда они занимаются с детьми. Или ваша дочка занималась все дополнительно по этому предмету? Дополнительно она как раз и занимается с этой учительницей. У нас там идет курс при школе, поэтому она посещает дополнительные занятия. Кто будет сдавать именно этот экзамен, они все равно так или иначе стараются заниматься дополнительно. Настя, а есть еще кто-то, кто также попал в такую ситуацию, что хотелось лучше сдать, но что-то пошло не так? Ну, многие мои одноклассники. У меня есть подруга, которая занимается дополнительной математикой, и сдала на низкий результат. И она очень переживает из-за своих оценок, потому что мама ее ругает. Ну, вот меня мама за оценки, например... Ну, вообще, ей главное, что она знает, что я учусь. А оценки, ну, особенно вот школьные текущие, это очень субъективно. Как учитель решил, так и будет. Инга, а какие вы ожидаете результаты? Что для вас будет успешным прохождением этого сложного периода? Ну, вот я вообще не считаю этот период сложным, потому что это не поступление куда-то. Нам просто надо перейти в следующий класс. В своем... Да. В эту очередь надо перейти. Мне не разделились. Да, то я все время с ней учусь, я перехожу тоже в следующий класс. Поэтому я уже как человек бывалый, у меня старшая дочь закончила уже 12 лет назад, как мы проходили с ней все это. Поэтому я стараюсь не нагнетать обстановку, то есть нас результат интересует такой проходной просто, поэтому этого достаточно. Мне главное, чтобы ребенок не расстраивался и не стрессовал, потому что период у них непростой, у подростков, я вижу это по своему ребенку, по детям своих подруг, то есть они какие-то ранимые, они такие тревожные. Я вообще хочу это все сгладить как можно больше. И поэтому, когда учитель начинает так бодренько ее как бы подбагривать, как бодренько... Стимулировать. Стимулировать, да. Но я вижу по своему ребенку, что она и так достаточно амбициозная, и это ее как бы нервирует. Ее еще больше замотивировать, чем она есть, наверное, нельзя уже. Ну вот так. Ну вот мое мнение, кажется, значение ОГЭ и ЕГЭ сейчас значительно преувеличивается. То есть его на самом деле можно этот стресс как-то избежать каким-то образом, то есть нивелировать отношение к этому, то есть не превозносить это во главу угла. Да, сдала ЕГЭ, да, сдала ОГЭ. Хорошо сдала, но отлично сдала, замечательно. То есть это же не конец жизни, то есть дальше продолжается жизнь. Естественно, нам хочется как родителям, чтобы дети более успешно его сдали, но в случае того, если мы все-таки уже понимаем, ребенок сдал не на максимальный балл, как можно все-таки подбодрить, что можно сказать? Я думаю, что как мама вы можете что-то сказать своему ребенку. Ну я думаю, тут большая все равно есть разница ОГЭ или ЕГЭ, потому что ЕГЭ – это уже высшее образование. Я вообще-то поддерживаю ЕГЭ, потому что оно, в моем понимании, все равно уравнивает людей при поступлении. У меня есть, многие тоже дети поступали на бюджет, и идет вот эта гонка за эти бюджетные места, для которых нужен высокий результат. Поэтому дети готовятся, дети стараются, но вот иногда прям стресс мешает им показать тот результат, на который они могли бы рассчитывать, если бы они были более устойчивы психически, ну психологически, да, наверное. Потому что они готовились, и они много сил в этом клавиатуре прилагают много усилий. А вот мне интересно, есть ли понимание у современных школьников и родителей школьников, что не обязательно только поступить в университет на бюджет, что это не единственная такая дорожка, через которую можно пройти на бюджетное образование, что есть, ну не знаю, там второй год, когда можно пересдать, а этот год заняться чем-то интересным, поработать, посмотреть мир, попутешествовать, как это часто делают в Европе, школьники в Америке практикуют. Есть еще возможность поступить на первые курсы бесплатного, платного, например, образования, а потом перевестись на бесплатное, да, можно вообще даже поменять специальность, дать разницу предметов. То есть вот это как будто система образования, они очень изолированы, что там, что в садике происходит, никто особо не знает, какая там внутри кухня, что в школе происходит, какая внутри кухня. И университетское образование, высшее, как будто бы тоже не очень открыто. Вот этот процесс, какие там есть возможности, какие есть там перспективы. Перспективы, да. Говорят ли об этом в школе? Вот тоже интересно, или как ты это сам? В школе я мало присутствую, что там говорят. Это вот детям говорят, и достаточно их так сурово готовят к этим экзаменам. Их, так можно сказать, стращают. Я, как мама девочек, сказала им, вам в армию не идти, ничего страшного, первый год не поступите. Не выгоню вас. Да, не будете готовиться дальше. Как бы априори уже такая позиция. Но все бывает. Я знаю, у меня дети подруг, опять же, которые поступают на бюджет, на ту специальность, которую им говорят родители, потому что они еще не в состоянии определиться. Да, потом они учатся два года, и потом они решают бросить. Кстати, сейчас где-то человек пять-шесть знакомых и говорят, ну, наши дети не доучились. И они уже тоже не могут пойти на бюджет, потому что они поступили на бюджет уже на ту профессию, которая, в принципе... То есть второй раз наше государство на бюджет тебе не позволяет поступить. То есть только первый есть момент. Я тоже это знаю. Это, к сожалению, такая тенденция нашего времени очень многие бросают университету, потому что выбрали не ту профессию, либо их направили не туда, либо такой был неосознанный выбор. Это тоже тогда большой стресс, когда нужно в столь юном возрасте решить, чем ты будешь заниматься всю жизнь. Это же вообще почти невозможная задача. Очень редко, когда совпадает. Если даже спросить, кто получил первое образование, и оно на всю жизнь оказалось полезным. Мне кажется, мало таких людей. Мне кажется, вообще там... Это скорее сейчас исключение, чем правило. Поэтому... Очень часто бывает, что первое образование помогает получить второе образование. На базе первого высшего образования я сама так поступала. Закончила технологический университет. На базе его поступила уже в наш Кубанский государственный университет и училась на психологии. Только потому, что у меня было базовое высшее образование. И не всегда ребенок в 17 лет может определиться с будущей профессией. Тогда получается, задача такая высшего образования научиться-учиться снова. То есть как в школе. Главное, это какой-то уровень эрудированности, возможность пообщаться, завести новые знакомства, познать какие-то основные предметы. И тогда, может быть, и не стоит так много туда делать такую ставку на вот это первое образование, чтобы оно было точно на всю жизнь. Возможно. Возможно. Не знаю. Ну давайте вернемся к этой непосредственно стрессовой ситуации. Ребенок сдавал, ученик сдавал ОГЭ. Предварительный экзамен. Что-то не получилось, что-то пошло не так, не на высший балл, на средний балл или даже ниже среднего. Приходит домой, стресс, учительница ругает, в школу не пойду. Как мы будем справляться, как мы поможем нашим школьникам справиться и родителям с этим стрессом? Что по этому поводу говорит позитивная психотерапия, Александра? Ну, честно говоря, конечно, помочь, и мне кажется, любая психология и здравый смысл скажут про то, что нужно посочувствовать тому человеку, который пришел в этих разобранных... Расстроенных чувствах. И расстроенных чувствах. И я не знаю, сейчас Настя, может, скажет, не-не-не, не надо, вы не туда пошли, но мне кажется, очень важно услышать того другого человека и просто с ним быть рядом. Ну, как, мне кажется, Инга и сделала, как могла, как мама, сказав о том, что, там, не сдашь, в армию не выгоним, там, ничего такого не случится страшного. Единственное, есть там такой момент, что, конечно, не сработает история с тем, что у тебя стресс, но ты не стрессуй. У тебя волнение, но ты не волнуйся. Тебе страшно, но ты не бойся. Перетерпи как будто бы. Да, да, к сожалению, это... Разделить какую-то ответственность, разделить эту боль, горевание. Да, 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 потому что безобидная фраза «не волнуйся» или там «не переживай», она как будто обесценивает чувства, то есть таким образом мы говорим о том, что ты сейчас чувствуешь что-то неподходящее, а есть какое-то подходящее чувство. И очень важно и в общении там с близкими, и с друзьями, и с детьми быть вот в этом контакте. И даже если это эмоция зашкаливающая, даже если это, не знаю, приступ панической атаки, его тоже нормализовывать, говорить о том, что это тоже нормально, то есть то, что ты чувствуешь, это абсолютно нормально. И то, что для тебя это сейчас важно и ценно, говорит о том, что ты такой ответственный человек, что тебе это важно, что ты стремишься, у тебя есть ожидания от себя, и это абсолютно нормально. Вот тут, мне кажется, это очень важный такой момент. Что делать, если ребёнок манипулирует? Мы не говорим сейчас про конкретные случаи. Вообще, в целом, ребёнок манипулирует, говорит, я не пойду в школу, не буду сдавать ЕГЭ. О чём это говорит? О недоверии в семье, о том, что какие-то завышенные требования или ожидания, что происходит. Можно ли на интуитивном уровне прочувствовать эту манипуляцию? Да, и вообще понять, он манипулирует, или он дурака валяет, или его действительно плохо. Потому что у меня тоже есть противоположные примеры в семьях подруг, когда дети, ну они, вот он просто не хочет ходить в школу, просто ленится. Интересно, просто ленится. Ну вот не хочет. Не заинтересован. Не заинтересован. Как понять, где надавить, когда заставить действительно ходить в школу, или надо ли заставлять ходить в школу. Я вот уже тоже путаюсь. Кому что советовать. Да, мне кажется, это так и есть, что есть из-за того, что такое высокое напряжение в образовании, и что в целом такая плотность уроков. Мне кажется, сейчас сколько у вас? Шесть дней в неделю. По шесть уроков, наверное же, сейчас не меньше. А это уже такая серьезная, трудовая, рабочая неделя для взрослого человека, для взрослой психики. Вы тут правы. Сейчас я вот когда говорила с учительницей, я и говорю, вы знаете, она готовится, она вот, она говорит, да я понимаю, она всегда так отлично отвечает. И причем она, Настю видит с другой стороны. Она Настю видит, как достаточно такую, активную. Она говорит, она с ней поспорит, и свое слово вставит, свои копеечки. Да, то есть я там вижу своего ребенка тоже по-другому. И я говорю, вы понимаете, вот если взять вечер, или даже не вечер, вот она пришла со школы, и у нее там бывает иногда 40 примеров по геометрии. Всего решают такое. Потом два параграфа истории, потом четыре главы мертвых душ, еще по-английскому давайте нам какое-то эссе написать, еще немецкие тоже 30 слов, туда же до кучи, это еще нету химии и физики. А еще есть ОБЖ, где надо написать что-то там про экскалацию, или что-то тоже там. Ну очень сложно, на перегруз какой-то. Да, большой перегруз, я говорю. Ну и к экзаменам когда готовятся. И на географии, пожалуйста, отметьте все автономии России тоже зачем-то. На контурной карте и раскрасьте. Да. Слушай, это даже перечислять долго, утомительно, не то что делать. А это только на один день. Это только на один день. Поэтому, если это все делать, ну действительно, большая нагрузка идет, и для меня вот не нужно. Я некоторые предметы, говорю, нам они не нужны, давайте не заморачиваться, все равно не будет золотой медали, поэтому какая разница, что там будет 4, 5 или даже 3. Этот аттестат вообще никто не увидит. Ну главный результат. Может быть я тоже, как родитель уже, тоже перегибаю. Но вот у меня такая позиция. Мне главное, чтобы ребенок действительно не стрессовал. Мне кажется, это тоже же опять крайность получается, что либо все зубри, все на 5, только золотой аттестат, либо все, брось и делай. Ну я так рассчитаю. Да, я вот такая. Я сказала, будет 3 предмета, под ним ты должна быть. Лучше в классе. Да, но не тоже должна быть, тоже, наверное, это неправильная установка. Хорошо бы тебе быть, делать то, что у тебя получается, или то, что нравится. Но вот, да, я вот уже спустила тормоза и говорю, я спустила на тормозах и говорю, эти предметы нам не нужны, учи теперь вот эти предметы. Еще такой вопрос, Анастасия. Сколько раз можно пересдать ОГЭ, если неудачная сдача произошла? Ну, как нам сказали, до 18 лет, а потом Маша со справочкой из школы. Это страшно? Ну, для меня нет, потому что я уверена, что я сдам ОГЭ. Ну, просто сама фраза пугает, да, как-то так, угрожающе звучит. Есть действительно такие ученики, которые, ну, не учатся. Я бы на их месте еще раньше ушла из школы. Чем ждать? Если они уже со второго раза не сдали ОГЭ. Ну, это не такой экзамен, которому невозможно подготовиться. Ну, так звучит очень резко, да, что тебя выгоняют из школы и как будто бы тебе даже из жизни вычеркивают, что такое отвержение, если ты не успешен в образовании, то как будто, ну, действительно, у тебя нет возможности в этой жизни реализоваться. Хотя я не пытаюсь преуменьшить значимость образования. Это, правда, очень важно и ценно. Но, наверное, сама такая постановка вопроса тоже очень затрагивает. Неприятное само звучание. Справка из школы, нет социализации. Не нужен для общества, да? Может быть, так воспринято. Ну, хорошо, спасибо большое. Мы сейчас сделаем паузу и дадим возможность высказаться нашему следующему эксперту. Это частно практикующий клинический психолог, педагог, консультант в методе позитивная транскультуральная психотерапия Владимиру Леонидовичу Перебейносову. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за такие интересные и важные вопросы. Меня зовут Перебейносов Владимир. Я клинический психолог, педагог и консультант в методе позитивной транскультуральной психотерапии. Для того, чтобы ответить на этот вопрос развернуто, нужно понимание тех соемосвязей, которые формируются у человека, в нашем случае у подростка, при взаимодействии с социумом. Во-первых, стоит сказать о том, что ЕГЭ – это система оценки. Любая оценка, идея об оценке уже давит на человека. И здесь я бы разделил сам факт оценки на две части. Первая – это оценка знаний, умений и навыков. И вторая – это оценка личности человека. Первое – оценивать можно. Это нормально, но если оценивается личность на основании оценки знаний, например, как часто транслируется при ЕГЭ, это уже не очень хорошая история. Какими фразами это может проявляться в жизни? Например, «Если не сдашь ЕГЭ дворником, пойдешь работать», или «Смотри на дядю Васю, вот таким же алкоголем хочешь стать», хотя дядя Вася спился, может быть, вообще не из-за того, что учился на тройке, и ЕГЭ в то время вообще не было. Это не обязательно, ведь от родителей произносится. Это скорее идея, которая может в целом транслироваться в обществе и как раз-таки накладывать свой отпечаток на то, что происходит с ребенком. И смотрите, сам факт огромного акцента на ЕГЭ уже делает это событие таким достаточно невротическим, потому что, и может быть даже травматичным. Если мы на чем-то делаем очень большой акцент, то, соответственно, в этой сфере происходит очень много напряжений. И уже этот факт, уже это событие, уже эта сфера жизни становится не свободной, в которую мы хотим себя направлять, а скорее очень опасной и пугающей. И делая на этом акцент, мы можем упускать из его внимания личность ребенка, который тоже что-то об этом думает, не знаю, как-то это переживает, что-то происходит внутри него и так далее. Важно скорее не давить, учи и сдавай, а поисследовать ребенка. От чего он так сильно волнуется, какой распорядок дня ему лучше подходит для того, чтобы учить, чем он на самом деле хочет заниматься и к чему стремиться, как в этом случае может помочь ЕГЭ именно, чтобы ребенок сам понимал взаимосвязь, сдачи экзаменов и будущей жизни, и есть ли она вообще в его случае. Что сейчас важно в жизни помимо ЕГЭ, откуда ребенок может брать подросток, брать сил, удовлетворение и так далее. Но мне кажется, самое важное, это давать любовь и безопасность ребенку вне зависимости факта сдачи его экзаменов. Зачастую здесь у родителей и учителей такое представление, ну как же мы будем его любить и принимать, он же тогда вообще, не знаю, там на диван ляжет, расслабится и ничего не будет делать. Это не совсем так работает. Скорее, это возможно, если была длительная фаза напряжения, после которой естественным образом нужна какая-то определенная фаза расслабления. Но здесь мы можем говорить о внешней и внутренней мотивации. И как раз таки, если давать возможность пространству ребенку, с ним разговаривать, давать любовь, глубже его понимать, то постепенно переходит ребенок, подросток к внутренней мотивации. Внешняя мотивация, это обусловленная кем-то или чем-то, каким-то определенными внешними факторами, чаще всего обусловленная, конечно же, внешним контролем. И она не приводит к пониманию того, зачем именно мне это нужно. И внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация, она как раз таки про исходящую из самого человека. Она, конечно же, покрепче. И здесь очень важно доверие и понимание, что стремление к развитию, к познанию, к самореализации у нас вложено внутри. Изначально. Если посмотреть на ребенка, то если ему давать пространство, доверие и безопасность, то он начинает постепенно познавать этот мир, пытаться в чем-то развиваться, в общем-то, что-то в нем делать. И то же самое у взрослых людей, просто скорее по мере нашего развития, социальной адаптации, воспитания, мы эту способность можем немножко в себе заглушать. Или она заглушается чем-то другим. Поэтому скорее любовь и контакт с человеком, и попытка его познать, то есть когда мы познаем другого человека, когда в нашем случае там подростка, как раз таки это является движущим механизмом появления внутренней мотивации, развития, достижений, появления стремлений куда-либо и так далее. Я даже дальше скажу, наверное, про теорию стресса. То есть о том, почему именно возникает сложность при сдаче ЕГЭ, если, например, даже ребенок достаточно сильно старается. Ганселье своей теорией стресса подразделял стрессовое напряжение на два типа. Это эустресс и дистресс. По-другому это полезный стресс и вредный стресс. Если это простыми словами. Эустресс – это достаточно полезный стресс, который мобилизует, укрепляет организм. Нам всем, нашему телу, нашей психике, нам, людям, да, периодически важно. Важно какое-то количество стресса, которое мы способны выдержать, мобилизоваться, преодолеть это, укреплять нашу нервную систему, наше здоровье, наш иммунитет и так далее. И дистресс – это когда напряжения настолько много, что оно начинает вредить. И в случае с ЕГЭ, конечно же, это вредит когнитивной способности. То есть, когда есть вот это стресс, напряжение, когда ты чувствуешь, что это событие очень и очень важное, настолько важное, что от этого как будто бы зависит вся твоя жизнь, то, конечно, это снижает когнитивные способности. Но скорее это либо может мобилизовать, но если напряжение слишком сильно для нервной системы подростка, если он скорее обладает очень чувствительным типом, если его нервная система не очень готова к этим нагрузкам, то скорее эти нагрузки могут снизить когнитивные способности. Какие именно? Концентрация внимания, работу памяти, пространство для мышления, воображение и тому подобные способности, которые важны при сдаче экзаменов. Потому что скорее в этот момент напряжения включается такое тоннельное зрение из-за страха, когда все, ребенку кажется, если я сейчас не сдам, то скорее там все, жизнь под забором, в общем, работа там, всю жизнь тем, кем я не хочу и там подобные вещи. Как будто все после ЕГЭ, после неуспешной сдачи ЕГЭ в жизни Светлого больше ничего нет. Конечно, скорее там не мобилизует некоторых, накладывает там больше стресс. Я помню, когда я там заканчивал. Школу как раз примерно в это время ввели ЕГЭ. Может быть, она существовала там пару лет, либо вот было введено непосредственно, я точно не помню. И здесь я помню вот это вот напряжение в отличие от каких-то простых школьных экзаменов или тестов. Ты приходишь туда, там камеры, там металлоискатель, там куча какой-то охраны, там какие-то жесткие требования. И вот это какое-то напряжение, ты вообще не понимаешь, а где тут пространство для тебя? Ну, в общем, конечно же, для тебя, для твоих знаний, для твоих умений, для твоих навыков. И, конечно же, это больше, ну, такая там давящая система, нежели дающая пространство для проявления способностей. И я понимаю, что скорее здесь родители и учителя тоже сильно переживают за ребенка и тревожатся. Здесь множество факторов. Школьное стело давит на учителей, чтобы там в среднем балл по больнице был выше, чтобы ребенок достиг своего потенциала, чтобы оправдал ожидания родителей. В общем, такие вещи, которых мы забываем спросить у подростка, насколько он устал, что он сам по этому думает, как он во всем этом всегда чувствует, и тому подобные вещи. Поэтому, где нам вместе поискать время и силы на то, чтобы попробовать справиться с этим вместе, чего он хочет и так далее. Также, если вдруг подросток не хочет учиться, важно посмотреть, с чего это началось. То есть, может быть, в жизни, например, в семейной ситуации, в школьной, в обществе, были какие-то факторы, которые повлияли на его дальнейшую, которые оставили некие переживания внутри, которые не были прожиты. После чего, человек может уйти в себя, уйти, может быть, подросток в компьютерные игры, перестать стремиться к развитию и так далее. Например, я встречаю, как после развода родителей, зачастую, в фундаменте внутреннего ощущения, внутреннего мира формируется трещинка, которая зачастую так и остается. В общем, множество чувств, чувств обиды, потери безопасности, потери доверия могут, конечно же, мешать проявлению способности к познанию. И эта ранка еще не была прожитой и залечена. Вторая часть вопроса о том, что, я немножко хочу сказать про школу побольше, о том, что очень важно, если мы видим какие-то сложности у подростка, если как родители видим сложности у ребенка в сдаче экзаменов, в общем-то, в этих разных аспектах школьных, связанных с ЕГЭ, важно попробовать установить контакт с учителем. Потому что мне, например, рассказывают о том, что, например, или, еще немножко дополню, если мы видим какие-то индивидуальные особенности ребенка, но видим, что учительный, педагог, не очень этого понимает, но мы как родители знаем лучше, то очень важно попробовать установить контакт с учителем и посмотреть в одну сторону, Ну, как мы можем здесь помочь подростку? Потому что что я вижу, например, там мне рассказывают, что у учителей может быть там два классных руководства. В общем, там плюс по 4, 5, 6 уроков здесь с разными детьми, где в классах по 30 человек. Я, конечно, о некотором индивидуальном подходе здесь сложно говорить. Я скорее восхищаюсь педагогами, которые могут это сохранять, но я понимаю, насколько это сложно. И, конечно же, педагог не может заметить, подметить, увидеть всех тех особенностей, которые проявляет подросток, его индивидуального устройства, каких-то отдельно взятых переживаний. И важно, чтобы где-то родитель помог учителю, то есть они посмотрели на ситуацию вместе. Родитель попробовал объяснить, например, что когда, не знаю, со школы мой ребенок часто приходит замкнутый, не хочет заниматься. Он там говорит о том, что есть некие элементы сравнения, может быть, его в школе часто ругают, и я смотрю, что ему от этого только сложнее. Но когда мы садимся с ним рядом, объясняем вежливо с ним, разговариваем, он у нас достаточно чувствительный, то он туда идет, ему становится полегче. И важно рассказывать учителю о тех событиях, которые, может быть, происходят в жизни, для того, чтобы педагог случайно не надавил на это. И смотреть на решение проблемы в одну сторону, и иметь такие общие глаза, общий взгляд на эти проблемы. Я думаю, что семье, и учителю, и подростку может быть, конечно, важной помощь психолога в том, что происходит. Для того, чтобы поглубже разобраться, для того, чтобы поглубже понять те причинно-следственные связи, которые привели к тем трудностям, которые есть в настоящем моменте, немножко заглянуть в будущее, пробовать понять, что делать дальше. Я немножко подведу резюме того, что я сказал. Первое. Если оценивать, то скорее там правильность выполненных заданий, знания, навыки, но не личность ребенка. Например, да, ты написал контрольную на двойку, ты ошибся, это, в общем-то, не очень правильно. И в этом вопросе конкретно, например, ты допустил ошибку, но ничего, пойдем поужинаем, потом ты сядешь, попробуешь переделать, ты обязательно справишься, если что, зови на помощь, мы попробуем вместе это решить. В общем, такими примерными словами. Второе. Не делать фокуса на ЕГЭ, как на чем, но чрезвычайно важно. Третье. Исследовать и познавать человека. Исследовать и познавать подростка. Чего он боится, как он себя чувствует, а может быть делиться каким-то собственным опытом преодоления, если это уместно, да, в данном случае. Исследовать индивидуальные особенности, как он лучше учит, от чего ему становится сложно, какое время суток ему лучше, не знаю, там, учить, в какие дни и тому подобные вещи. Что ему приносит силы, что дает дополнительной мотивации и так далее. Следующее. Устанавливать контакт с педагогом и подростком. Да, если мы говорим сейчас, подращаемся к вам, как к родителям. Вместе смотреть в одну сторону. Как сказал один из преподавателей в одно, в свое время, работая, например, с супружеской парой, не соглашайтесь, если у супругов разные цели. Вы ни к чему не придете. То же самое и здесь. Важно, чтобы и у подростка, и у родителя, и у педагога были общие цели, к которым мы стремимся. Тогда создается пространство для того, чтобы поглубже понять, посмотреть с разных сторон. Это общность целей формирует некую целостную картину того, что происходит, понимание ресурсов, ограничений и так далее. В этом больше возможностей. Следующее, получается, у нас пятое. Стресс и напряжение полезны только в определенном масштабе. И важно смотреть, чтобы этот масштаб не переходил за возможности нервной системы. В нервную систему подростка, иначе это вредит когнитивным способностям, здоровью человека. И важно учиться снижать излишнее напряжение теми способами, которыми это доступно. Шестое. Работать над собой, как родители и педагога. Смотреть. А может быть то, чего я боюсь, на самом деле неприменимо к данной объективной ситуации. И я пытаюсь переложить свой негативный опыт, свои тревоги и страхи на ту ситуацию, на настоящее время, когда это уже не подходит и это не является объективным. И последнее. Можно, а иногда и очень нужно, обращаться за помощью профессионалов. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Надеюсь, я ответил достаточно подробно, в тот же самый момент емко и понятно, доступно. Спасибо за внимание и надеюсь, что у вас обязательно все получится. Итак, вы прослушали мнение специалиста клинического психолога по этому вопросу. И будем дальше рассуждать о том, как же помочь ребенку подготовиться к стрессовым ситуациям и как вывести его из этой ситуации. Это будет касаться не только ОГИГ, а вообще любых стрессовых ситуаций. Могу рассказать одну технику, которая очень хорошо помогает в данной ситуации. Есть такая техника, которая называется дыхание по квадрату. Когда уже вас настигает это эмоциональное состояние, тревожности, вы можете просто, как говорят психологи, продышаться. Для этого мы делаем глубокий вдох. Давайте с вами сейчас подышим. Давайте все вместе подышим. Итак, глубокий вдох. Вдохнули, задержали дыхание. Раз, два, три, четыре. Выдохнули. Очень хорошо. Опять задержали дыхание. Раз, два, три, четыре. Не дышим. Опять глубокий вдох. Вдохнули, задержали дыхание. Раз, два, три, четыре. И выдохнули. Глубоко. Опять не дышим. Раз, два, три, четыре. И снова глубокий вдох. Задержали дыхание. Раз, два, три, четыре. И выдохнули. Вот как сейчас состояние. Продышались. И уже на самом деле гораздо легче. Уже какие-то мысли улетучиваются. И в общем состояние приходит в норму. То есть это при любых ситуациях мы рекомендуем продышаться. Иногда же дети говорят, я не могу зайти в кабинет. Настолько страшно. Вдруг там будет весь класс. Надо мной посмеются. Учитель скажет, почему ты опоздал. И даже поэтому не хочется заходить в класс. Испытывают. Бывает вот такую тоже неприятную ситуацию. Эльвира, были у вас клиенты, которые пробовали продышаться и говорили, это не работает? Были такие, кто говорили, это работает. Это очень хорошо работает. Есть такая у меня девочка-клиентка, которая по моей рекомендации дышала и спокойно заходила в класс уже более уверенно. И в таком приятном, спокойном эмоциональном состоянии. Вот интересно, что я как раз тот клиент, которому дыхание помогает. Помогает, да? Но не по квадрату. У меня свой стиль. И клиентам я тоже рекомендую выработать свой стиль дыхания. То есть это может быть как квадрат, счет до 5, до 15, до 16, вдохнуть и вспомнить стихотворение, рассказать, выдохнуть, другое стихотворение рассказать. Мне кажется, самое главное в этом именно не как ты дышишь, а что ты концентрируешься. Согласны же, да? Вот именно на дыхании. Потому что это самая простая функция, которую мы можем контролировать и не контролировать. То есть мы контролируем дышим и не контролируем, мы тоже дышим. И еще вот мне нравятся техники, которые связаны с любым тоже телесным движением. Вот можно сейчас попробовать встать двумя ножками на пол. И потопать. Потопать можно, похлопать, себя пощупать. Как это на экзамене делать? А на экзамене представлять это визуализировать. То есть не прям щупать и топать, а представить, как там моя нога левая, а как икра левая, а как бедро левое, а как правое бедро, а как левое бедро, а как вот моя рука левая и правая, шея в напряжении, плечи раздвинуть. И еще есть вот такое, это правда не всегда работает, но бывает, что мы действительно чувствуем себя увереннее, если расправляем плечи, поднимаем чуть подбородок, и мы уже в позе уверенного человека, и ощущать себя начинаем, как уверенный человек. Это идет такое от внешнего к внутреннему. Бывает иногда человек внутренне уверен, и он в целом такой расправленные плечи. А бывает наоборот, можно расправить плечи и уже чуть-чуть больше почувствовать внутреннюю уверенность. То есть работает на волевую сферу, да? То есть я расправляю плечи, и мне уже как будто бы море по колено, да? Он на самом деле очень хорошо работает. Да, также вот еще неплохо со стрессом можно справиться, если к нему готовиться, а именно быть заранее, не в дефиците. Потому что что такое техники справления со стрессом? Ну, это не быть в фоновом стрессе, когда... Почему я, допустим, задавала вопрос про то, что 6 дней, в неделю 6 уроков. Вот это уже фоновый стресс, который может истощить психику, истощить нервную систему. И вот тут что-то другое нужно делать. Нужно отдохнуть. То есть можно позволить себе денечек просто поваляться, ничего не делать, почитать какие-то приятные книжки, возможно, что-то посмотреть или просто побывать на природе. Это тоже очень хорошо мобилизирует, дает новые силы. Есть такая возможность выехать за город, куда-нибудь к лесу и побродить у реки, почему бы и нет. То есть как будто бы забыть все это, оставить это там, переключиться на что-то новое, позитивное. И дальше, когда наполняешься уже этой энергетикой, идешь с новыми силами вперед. Ну да, мне кажется, вот самые такие, казалось бы, простые способы отдыха, но они самые эффективные. Вот что мы всегда видим там в каком-нибудь кинематографе или чем делятся друзья. Поехал в другой город, пожарили шашлыки, поспал, посмотрел сериалы, пообщался с друзьями. То есть это действительно универсальные вещи, которые... из которых можно выбрать свою такую модель, что лучше меня восстановит, подготовит. Ну и тут надо сказать про доверительные отношения в семье. То есть очень важно, чтобы между родителями и детьми складывались эти доверительные отношения. Часто бывает, я как системный семейный терапевт могу рассказать, что ребенок иногда бывает в треугольнике, как бы триангулятором. То есть тем человеком, который перетягивает на себя внимание, если, допустим, случилась стрессовая ситуация или конфликт какой-то в семье. И ребенок берет на себя функцию привлечения внимания. То есть он плохо учится, потому что... Потому что бы объединить родителей, объединить усилия для того, чтобы они... Ну это не ваш случай, смотри, так на маму хорошо учишься. Так бывает иногда, когда ребенок таким своим негативным, что ли, поведением вызывает внимание, привлекает внимание своих родителей от того, чтобы они сосредоточились вместе, взялись за ум, помогли ему найти каких-то репетиторов и вообще участвовали в его жизни. Бывает так, что дети заброшенные, покинутые, живут своей жизнью, родители своей жизнью, а ребенок своей жизнью. И нельзя забывать о том, что бывают вообще неполные семьи, и ребенку еще более сложно адаптироваться к этим сложным ситуациям. Одно дело, когда мама с папой вместе тебя поддерживают, направляют, помогают тебе как-то с этим справиться. А другое дело, если один родитель так тяжелее, да. Я правильно понимаю, что получается как-то с общей трудностью, когда начинают справляться люди, то они объединяются, сплочаются. И ребенок такое это чувствует как-то. Он это чувствует, он это делает неосознанно, то есть притягивает внимание на себя. И часто бывает, что помогает. То есть помогает родителям объединиться, вообще объединиться, начать общаться, хотя бы по поводу его школы, его ЕГЭ, УГЭ. Есть дети, которые вдруг начинают требовать перевести его в другую школу, то есть что-то совершить такое грандиозное, концептуально другое по отношению к обучению. И приходится родителям в этом участвовать. Это хорошо, когда родители участвуют, но, к сожалению, не у всех так бывает. А вот если вот он на самом деле хочет в какую-то другую школу, как понять, он привлекает внимание, опять же, манипулирует, или это действительно, это будет лучше для него другая школа, потому что в этой учителя, может быть, дети его там конфликтуют. Очень хороший вопрос. Могу поделиться даже своим опытом, не как психолога, а как мама. Вот мой младший сын в шестом классе захотел перейти в другой класс. Причем он тогда несколько раз нам заявил, я хочу перейти в другой класс, и мы сели и поговорили, почему он хочет туда перейти. Он назвал несколько причин. Мы с мужем выслушали, и я пошла к преподавателю того класса, куда он хотел перейти. Я поговорила с ней. Этот класс был намного сильнее, там была какая-то другая программа изначально, более сложная. Знал ли об этом сын? Знал, но они ее прошли уже в начальной школе. То есть он попросился уже в шестом классе, более сильный класс. Я подошла к преподавателю и говорю, так и так, мой сын хочет учиться в вашем классе. Я знаю, что ваш класс переполнен, но тем не менее вот такой запрос. Она говорит, хорошо, я постараюсь вам помочь. Я сейчас пойду в тот класс, где он учится, она там ничего не вела, и посмотрю на него. И когда я во второй раз к ней пришла, она говорит, я действительно зашла в этот класс, смотрю, он сидит, и я вижу, что он совершенно не из этого класса. Ему там скучно. Это мой ученик, и я его беру. Это было такое, знаете, необычное событие. Действительно, он перешел в этот класс, и там учился его друг, и как-то он втянулся в эту учебу. То есть вот учительница с вами таким мудрым взглядом уже разглядела своего ученика, а так тоже бывает. Эльвира, похоже, еще и мудрые родители, которые сели и поговорили. Вот мне кажется, и Инга как раз говорила о том, что очень важно разговаривать, и ей удается с Настей поговорить, когда какая-то трудная ситуация. Поэтому, наверное, нет универсального ответа на то, он манипулирует, или он правда что-то хочет, и у него есть какая-то потребность, которую нужно решать. Тут очень важно вникнуть. В принципе, уже есть потребность. Какая, просто надо разобраться, какая это потребность. Да, совершенно верно. Ну, то есть бывает тоже манипуляция, как условное передвижение. Вот, например, я манипулирую кружкой, я ее передвигаю. То есть вообще манипуляции, очень так дискредитировали это слово. По сути, любое воспитание – это некая манипуляция, что родитель что-то хочет от ребенка, чтобы он сделал это. Нужно им проманипулировать. Поэтому, в целом, это не самое плохое слово. И если ребенок там ленится, то тоже это, возможно, как раз про то, что он выдохся, то, что он устал, и нет такого вообще, что человек ленится на ровном месте. У нас по природе, вот если говорить в позитивной психотерапии, по природе человек изначально, он склонен к познанию, к исследованию этого мира. И у него изначально очень много потребностей к контакту, к любви, к другому человеку общению. И когда человек изолируется, никуда не хочет, ни с кем общаться не хочет, ничего учиться не хочет, это, скорее всего, ему вот эту внутреннюю, природную основу подорвали. И вот это, конечно, проблема. Поэтому всегда стоит очень бережно смотреть на тех ребят, которые выдохлись, которые стали двойки получать или изначально их получали. Вот еще, опять же, к вопросу о манипуляции. Где-то попалась такая фраза, что внешняя воля, она подавляет внутреннюю. Вот тут... Серьезное высказывание. Надо его расшифровать. Да, то есть когда я ребенка настраиваю на то, что он должен хорошо учиться, и у него, как вы сказали, уже есть заложенная, это же внутренняя мотивация собственная, как ее не передавить? И как его направить, чтобы он сам развивался? И в какой момент мне понять, что мне надо уже расслабиться и не стоять над ним коршуном за эти оценки, за эту учебу, за это поступление, за это все? Когда... Вот как почувствовать этот момент, когда ты понимаешь, что ребенок уже сам настроен, сам амбициозен, он сам готов, и ему уже не надо от меня вот этого настроя, это только хуже становится. Такое ощущение, как будто где заканчивается зона влияния родителя, и начинается уже зона влияния ребенка. Все очень индивидуально. Есть некоторые дети, которых и в первом классе не нужно контролировать, они решают все сами, делают сами, как-то справляются с этой ситуацией. То есть очень такая сильная мотивация. Мы не можем сказать, почему в одних семьях так, стопроцентно не можем говорить об этом, а у других по-другому. Тут нужно смотреть, мне кажется, существует такой момент, как личный пример. Если вы сами растете, развиваетесь, развиваетесь, чем-то интересным занимаетесь, это у вас норма жизни, вообще в целом в вашей семье. И ребенок это видит, что вы не только ей занимаетесь, но еще чем-то своим, более интересным. Она понимает, что в дальнейшем эти знания, эти умения ей понадобятся для вот этого, вот этого, вот этого. Что использует? Использует мама, использует папа, используют другие люди. То есть эти знания не просто так, они и знания, и коммуникации. Потому что ребенок ходит в школу не только учиться, но и дружить, выстраивать коммуникации. И выстраивать коммуникации не только со сверстниками, но и со взрослыми, с учителями. И здесь тоже нужно научить уважению элементарному. То есть как общаться, как, сохраняя свое собственное достоинство, защищая свои личные границы, общаться со взрослыми, с преподавателями, что не нужно их бояться. Они такие же люди, у них такие же эмоции, такие же проблемы. И иногда просто учитель пришел в плохом настроении и что-то выдал. Вот как получилось у вас. Именно я так поняла, что дочке неприятно было услышать, каким тоном сказала эта учительница. Возможно, в тот момент она была сама не в состоянии, не в том позитивном настроении, которое хотелось бы. То есть мы всегда обожествляем родителей, нам кажется, что они боги, что они всемогущие. Мы точно так же относимся к преподавателям. Мы думаем, что у них стальные нервы, они всегда должны выражать какой-то позитив. Но не всегда так бывает. Поэтому, мне кажется, нужно объяснить своему ребенку, что учитель – это тоже человек. У него тоже бывают какие-то проблемы. И она способна их, эти эмоции, как-то выплеснуть. И на это не стоит так реагировать бурно. Просто понять, простить, пожалеть. Мне так кажется. Ну вот у меня тоже близка мысль по поводу примера. А еще, если говорить именно о том, когда заканчивается вот эта граница, что родитель должен там повлиять, постращать и заставить, и начинается самостоятельность ребенка, его выбор, его ответственность за выбор. Но мне кажется, всегда стоит, во-первых, к ребенку приходить с тем, что даже если мы что-то заставляем, но мы здесь тоже очень сильно в этом сочувствуем. То есть это не просто бегать с метлой, делать то, что сказали, и меня не волнует, какими средствами мы дойдем до этой цели. А очень важно, на мой взгляд, именно говорить с вот этим чувством сострадания, что да, детка, прости, но нужно сейчас делать домашнее задание. Да, понимаю, тяжело эту неделю заниматься, но вот давай мы выкроем выходной вот здесь, вот в этот день. То есть договариваться с одной стороны – это в целом. А когда понять, что вот уже ребенок самостоятельный, я думаю, это каждый родитель почувствует, именно исходя из того, как много уже вложено в воспитание этой самостоятельности. Ведь нет же такого, что ребенок родился самостоятельным. Ребенок рождается абсолютно бессильным, беспомощным. Младенец без родителей же вообще не выживет. И вот чем больше родитель прилагает усилий к вот этому наращиванию опыта самостоятельности, тем меньше ребенок и нуждается в родителе. То есть такой процесс. Настя, скажи, пожалуйста, у тебя есть личное пространство дома? Есть. Родители часто уезжают за город, и я живу одна. Самостоятельно. Как долго это длится? Шикарное время. Ты уже сепарировалась. Ну, еще не до конца. Я все-таки от них завишу. Завишу. Ну, конечно. И морально, я думаю, и финансово, и физически. Ну, да, понятное дело. Ну, а как ты чувствуешь, Настя, вот где твои зоны ответственности? Вот за что ты отвечаешь только ты? Есть такое? А где там тебе может мама помочь с папой? Ну, я думаю, за мою учебу. Все-таки мама мне помогает, но не она же учится в школе. Вот. Ну, моя подготовка к экзаменам. Она вообще там не участвует. Ну, и все, наверное. Только касаемо что-то учебы. А так... Ну, я не знаю, может быть, ты там тарелку за собой всегда моешь. Это твоя зона ответственности. Или там, не знаю, постель свою стелаешь. Ну, такого нет. У нас каждый моет за собой. Но бывают случаи, когда там, ну, кто-то что-то оставил, не прибрал. Ничего страшного. Пипа. Пипа что-то там съела. Кто-то оставил на столе, там, не знаю, булочку. Собака прибежала, съела. А кто гуляет с собакой у вас? Мама в основном. Потому что... Мама здоровее будет. Мама любит больше собак. Ну, как-то... У нее лучше получается. С утра у меня школа. Когда я ухожу со школы, собака спит. Когда я суюсь дома, я, конечно, с ней гуляю. Вот. Когда они уезжают там за город, они берут ее с собой. Она там резвится. Вот. Ну, я без собаки. Собака, вон, мамин ребенок. Второй. Третий. Так, а что по поводу дальнейшего образования? Может быть, вы наметили с мамой сходить? В университет на день открытой двери или другие какие-то вузы посмотреть? Что вообще я предлагаю? Ну, на школе такое бывает. К нам приходят представители вузов, рассказывают там про вузы, про учебу там. Какие нужно сдавать экзамены. Да, какие экзамены нужны. Вообще, что нас там ждет. Вот. То есть какое-то представление уже имеете. Экскурсии есть в вузы. Инга, а как вы думаете, вот немножко другую тему хочу поднять. Какой идеальный подросток? Я понимаю, что, конечно, вот сидит Настя, уже идеальный подросток для каждой мамы. Свой, собственный. Но вот какие такие критерии, а в основном родители выставляют своим детям, вот требованиям, каким нужно быть идеальным подростком? Вот по вашим ощущениям. Вы же, наверное, общаетесь как-то с родителями, может, из класса или своими подругами. Что важно сейчас для нынешних подростков? Для нынешних, для родителей нынешних подростков, наверное, потому что для самих подростков, что важно, не могу уже сказать. У них все равно какой-то уже свой мир, который родителям не совсем всегда понятен. Все равно нам все равно будет что-то не так. Но главное, чтобы он для меня, вот я сделала выбор, чтобы он был счастливый, наверное, ребенок как-то. Уже я эту учебу не понимаю, честно говоря. На примере, опять же, у меня старшая дочь. У нас с ней вообще отдельная история. Она учиться вообще не хотела, можно так сказать. Или она хотела, но не могла. То есть в первом классе изначально они писали такое задание. Сидит, ребенок делает. Она еще левша. Ей это все трудно. Я вот стою над ней, да зачем же ты так криво пишешь что-то, все. Она сидит, пишет. Значит, задание у них простое, первый класс. Камень, множественное число камней. Стул, стулья. Вот она сидит, пишет. Я беру у нее эту тетрадь, написано. Одна парта, много горя. То есть ребенок написал. Одна парта, много горя. Вот все. Это был девиз ее учебы. Мой папа взял тетрадь, сказал, отстаньте от девочки, она гениальна. Вообще не подходите. Пусть она делает, что она хочет, потому что это ее позиция. То есть она, это лучше нельзя сказать. Одна парта, много горя. Вот это было все. Это было девизом. Тяжелое давалось. Мне звонили всегда. Классные руководители, преподаватели. Мне звонили с вуза, что она не аттестована. Ее сейчас выгонят. Повлияйте, повлияйте. Я вот, честно говоря, уже тоже устала с ней. Сколько ей сейчас лет? Чем дело кончилось? Ее сейчас 28 лет. Она закончила вуз, который я ей выбрала. Это были иностранные языки. Она этим не занимается. Она пошла заниматься инстаграмом, видео. Она фотограф. Она сейчас сделала свои курсы. То есть реализовалась. Реализовалась, как она посчитала нужным и что ей нравилось. Я вот недавно говорю, Лина, может быть, тебе надо было не идти в этот вуз, который я тебе передумала. Потому что для меня это всегда английский язык. Он пригодится всегда, кусок хлеба. Ну и в любой отрасли, в принципе, это будет плюсом. Она говорит, ты знаешь, я тоже вот недавно об этом думала. Но, наверное, хорошо, что сложилось все, как сложилось. Она не пожалела, что у нее есть базовое образование? Нет, не пожалела. То есть это время... Ну, она как-то его так по-юношески прожила, в принципе, позитивно. И там всего было 4 года. Это был не мединститут. То есть ей надо было... Не так жалко времени потрачить. Не надо учиться. Инга, я слушала вот эту вот интересную историю, вспомнила свою историю, когда моя дочка тоже написала, как мне кажется, тоже гениальную фразу про школу. У нее спросили, какой твой самый любимый предмет в школе? Она сказала, окно. Окно, потому что она туда смотрела. Ну, вот я поняла, что самое важное сейчас для вас, чтобы Настя была счастлива как подросток, что это такой некий тоже идеал. Я много сталкиваюсь с тем, когда люди приходят с определенным идеалом, и чаще всего в запрос какой-то приходят, да, человек приходит в терапию и говорит, мне хочется быть вот таким или чувствовать себя иначе. И есть такая проблематика в том, какой идеал человек выстраивает для себя, к которому он стремится, и какой он сейчас. Ну, то есть, например, если сейчас человек очень такой субтильный, худенький, никогда спортом не занимался, но у него идеал – это стать олимпийским чемпионом, то вот этот разрыв, он очень сильно невротизирует, заставляет тревожиться, беспокоиться. И то же самое, когда родители выстраивают какой-то идеал, ну, например, сейчас уже стать счастливым взрослым, а до этого времени еще так долго, и этот путь такой длительный. И вот этот момент тоже, на мой взгляд, может влиять на внутреннее самочувствие и ощущение вот этого стресса и происходящего. То есть, правильно я понимаю, вы считаете, что вот человек, находясь в сравнении, больше всего стрессует? То есть, он сравнивает себя с кем-то, смотрит, допустим, инстаграм на какие-то картинки, я недостаточно еще какая-то, да, а хочу быть такой, а когда я такой стану, вот тогда я буду счастливой, да? Ну да, главное, чтобы это сравнение не было таким уж радикальным. Ну, вообще, психологи считают, что нужно сравнивать себя не с кем-то, а с себя, с самим собой. Вот какая я была раньше, чего я достигла, как я что-то проработала и какая я сейчас. И когда это сделано, можно сказать, да, я молодец, я из той превратилась в эту. Ну, как сказать об этом подростку, что не нужно равняться на кого-то, нужно принять свою индивидуальность? Когда ведущая деятельность равняться на кого-то, да, когда в целом фокус внимания на других людей и на значимую группу. Соглашусь, это, правда, серьезный вопрос. Это сложно. То есть, на самом деле, тут что можно посоветовать родителям? Хвалить почаще своих детей. Не за какие-то заслуги, достижения, а только потому, что это твой ребенок. Ты его любишь, защищаешь. Вообще, это функция родителей. Любить, защищать и говорить, что ты у меня умница, ты у меня красавица, ты у меня помощница, ты замечательная для девочки, ты красивая, для парня ты все сможешь, у тебя все получится, все будет хорошо, я в тебя верю. Это самые главные слова, которые может сказать родитель и поднять самооценку своему ребенку. Для того, чтобы не нужно было с кем-то себя сравнивать. Эльвир, я соглашусь, но в то же время очень важно, чтобы это не было оторвано от контекста. Если это просто воздух фразы, какая же ты у меня красавица, ну как-то это вообще как будто бы даже нелепо будет. Не согласна. То есть, любой девушке, когда мы говорим, она красавица, она в это верит. И она становится красавицей, потому что, когда ко мне приходит на прием девушки, которым 20, 30, 35, 40, я вижу, что внешне это красавица, она ухоженная, она стильная, она красивая, спортивная. И видно, что у нее потенциал очень хороший, образование, нравственность. И она говорит, я некрасивая, я страдаю. А тебе в детстве говорили, что ты красивая? Нет. То есть, никто не сказал. То есть, смотрите, мы вкладываем в ребенка, и он слышит. Мы верим в него, и он так растет. То есть, нужно говорить любой девочке, что она красавица, и она будет красавицей. Я соглашусь. Я имела в виду, что? Чтобы это не было какой-то фразой, которая техничная. То есть, вот мне сказали психологи, чтобы у моего ребенка была хорошая самооценка, говорите, что он красивый. Что это должно идти действительно от души, от сердца. Что эта фраза должна быть содержательной. Это то, как сам родитель чувствует, что он видит эту внутреннюю, внешнюю красоту. И вот это всегда почувствует, мне кажется, и ребенок, и любой другой человек, когда ему говорят искренне или технично. Так что, вот какой-то инструмент. Вот я сейчас, я прям знаю даже людей, которые говорят, ну да, мне это говорили, но я чувствовала, что так просто надо было сказать моей маме. И вот поэтому это очень сложно внутрь себя принять. То есть, очень важно быть искренним со своим ребенком. Мне кажется, это правда важно. Еще хочу, как мама, вернуться опять к теме экзаменов и посоветовать родителям не все-таки не запускать процесс учебы самой как таковой. Потому что, когда мы считаем, что школа, ребенок туда ходит, его там обязаны научить. И я со своими опять же подругами неоднократно сталкивалась. Ну что, они же учителя, почему они не следят за тем, как мой ребенок учится. Но не будут сейчас учителя следить, как ваш ребенок учится. Постарайтесь этот вопрос не запускать. Контролируйте учебу не как бы еще с начальных классов. Пусть он как-то учится ровненько, но вы будете уверены, что он знания все-таки получает и овладевает. Потому что потом в десятом, в девятом классе оба. А мы, оказывается, не знаем с пятого класса, потому что мы сидели... Там как снежный ком, да? Да. Потому что сейчас есть такая прекрасная вещь, как ГДЗ. Это готовое домашнее задание. Когда мы там все быстренько залезли в интернете, списали и вроде бы пошли. И учителя там тоже как-то отпустили на самотек. Удобная штука. Чтобы где-то не конфликтовать. Ответственный вы родитель, Инга. Ответственность берете на себя тоже. Еще есть такая возможность. Как сокращенное содержание книг. То есть тоже книгу не читают, а вот в сокращении быстренько изучили. О чем? Ну, у нас учитель дает тесты именно по содержанию книги. То есть что-то из сносок берет. То есть у нас такой вариант, что прочитай там краткое содержание там за 10 минут. Мертвые души. Более выгодно, нежели читать само произведение. Нет, это не прокатит. Потому что наоборот. Потому что она задает такие вопросы, которые ты не читая текста, вообще не поймешь. То есть что-то по языку, что-то по сноскам, что-то по именно какой-то мелкой детали, какое-то там старое слово, которое мы сейчас не используем. То есть она уже знает, что такое может быть и предотвращает. Иногда в школах попадется такой прекрасный преподаватель, который действительно по призванию педагог. Но что греха таить, но в школах не все, далеко не все такие преподаватели. И молодые девочки, и немолодые девочки. То есть разные, они разные там учителя. Поэтому если какой-то предмет вас уж интересует, постарайтесь или сами, или наймите специалиста. Тогда ребенок сам будет чувствовать свою уверенность в предмете. Ну вот тоже хороший вопрос. Это тоже идет от уверенности. Нужно прямо родителю учить ребенка как-то с ним заниматься? Или все-таки стоит его организовывать, этого ребенка? То есть поддерживать его интерес, мотивировать, чтобы он сам в это включался, изучал? Вот тут как будто бы разные подходы могут быть к вот этому контролю, помощи. Мне кажется индивидуально. То есть каждый решает, как ему удобнее, как ему сподручнее. И бывают же, я сказала, такие дети, которые самостоятельные. Но сейчас, я так понимаю, тенденция такова, что одна школьная программа не дает тебе возможности поступить в какой-то хороший вуз. Все равно нужно привлекать преподавателей, заниматься индивидуально, дополнительно, чтобы сдать уже не, мы уже говорим не про УГ, а ЕГЭ. Чтобы хорошо сдать ЕГЭ, основной школьной программы будет недостаточно. Там будут какие-то вопросы сверхшкольной программы. Либо ребенок самостоятельно изучает, а ему это естественно сложно. Либо родители помогают, либо тогда уже другие преподаватели. Да, действительно, я помню свои ЕГЭ, что у нас мы доходили до какой-то части, а дальше говорили, ну это уже олимпиадная часть. И, допустим, у меня родители мнение разделилось, например, отец ему говорил, зачем нужны репетиторы, пусть сама учатся и справятся. А мама как раз была за репетиторов. И вот аргумент, если такие вот диалоги происходят, как раз про то, что не все учитель даст. Что ответственность родителя остается, что это правда важно. У них все в школьной программе есть. И если нужно какой-то повышенный уровень, то действительно придется кого-то попросить помочь это освоить, если вдруг нет способности у ребенка. Спасибо, что обсуждаем такую интересную тему. И сейчас мы переходим к следующему мнению нашего эксперта, детскому психологу Юнии Коваленко. Коллеги, приветствую. Благодарю, что пригласили меня в ваше интересное обсуждение, потому что тема на самом деле для меня и как для специалиста, и как для мамы максимально интересная. Объясню почему. В этой теме она такая, знаете, как будто бы многограммная. То есть здесь можно обсудить очень много классных, важных моментов с подростком, с ребенком. Если мы вспомним, что одна из основных задач наша, как родителей, это максимально подготовить ребенка ко взрослой жизни, чтобы он там столкнулся с более минимальным количеством трудностей и не падал в обморок от того, что надо идти в МФЦ, записываться к врачу или заказывать пиццу на дом, вот это одна из наших задач, то здесь я бы предложила обсудить с ребенком. Знаете, тут даже скорее они в формате мамы и дочки, а скорее в более дружеском и равном варианте. Такие моменты, как, например, критическое мышление. Это уже такой навык, тот навык, который к девятому классу должен быть у ребенка. Максимально желательно, чтобы он уже был у ребенка, чтобы ребенок им обладал. То есть вот тут было бы очень классно сесть и за семейным ужином, например, обсудить, а почему учительница так отреагировала. Подключить критическое мышление, да, и вот обсудить. То есть здесь нет задачи прийти к какому-то мнению, но накидать варианты очень здорово. Например, возможно, на нее наложены администрации школы какие-то требования по показателям, и это учитель возлагала какие-то надежды на девочку. Один вариант. Другой вариант, ну, например, у нее подошел день выплаты кредита, а она потратила все деньги на что-то другое, и поэтому она находится вот в таком напряженном эмоциональном состоянии. Или, ну, упаси господи, уж простите меня, у нее ПМС, она тоже человек, и поэтому она вот так эмоционально отреагировала. А возможно, ее саму воспитывали в такой системе, что главной мотивацией для нее было, это, ну, условный такой подзатыльник от родителей, да, то есть припугнуть, наказать, и, соответственно, она пользуется такой же системой мотивации. Ей кажется, что если она сейчас как-то, значит, агрессивненько подстегнет, мотивирует девочку, соответственно, она в следующий раз покажет лучшие результаты. Возможно, так, то есть вот это все надо обсудить. Для чего мы это делаем? Потому что одна из задач закрыть нехватку информации у ребенка, потому что когда есть такой, ну, некий пробел, да, такое некое черное пятно в понимании происходящего, наш мозг, как правило, закрывает это тревогой, страхом, ну, какими-то такими эмоциями. Вот чтобы этого не происходило, для того, чтобы у девочки было понимание, что вариантов причин поведения учителя гораздо больше, чем один, становится гораздо легче. Дальше. Здесь очень круто можно разобрать такой момент, как эмоциональный интеллект, причем со всех сторон, и с точки зрения самой девочки, и с точки зрения учительницы, то есть почему одна и вторая так отреагировали, почему для девочки это такая ценность, почему для нее сдача вот этого экзамена, эта оценка, вот имеет вот такую ценность. Опять же, что с этим делать? Потому что впереди ОГЭ полбеды, а впереди ЕГЭ, а как это пережить? Ну, это достаточно большая нагрузка. И, ну, вот тут, например, я бы рекомендовала, есть шикарный по мне способ, и подростки очень охотно им пользуются, когда мы доводим ситуацию до абсурда. То есть мы говорим, окей, ты не сдала, ты сдала не то, что там на 25 баллов, ты сдала на 5 баллов, что дальше? То есть доводим ситуацию до абсурда и максимально подробно продумываем, что будет дальше. То есть, ну, все, ты завалила, все, что ты делаешь? Что? Ты идешь в колледж? В какой колледж? Давай конкретно, вот давай, у нас должно быть 3 колледжа, куда ты идешь. Или ты идешь на курсы по маникюру и учишься, осваиваешь профессию маникюрщицы. Или еще какие-то варианты. То есть доводим до абсурда, так спокойнее нашему мозгу, так наша психика выходит на некое плата, потому что есть план Б. Ну, это если коротко говоря, да. И еще я бы здесь обсудила очень классный момент, очень показательный. Я думаю, девочке, как будущей девушке, как будущей женщине, маме, жене, очень полезно именно сейчас уже задуматься об этом, что ее тип реакции на стресс – это избегание, то есть это избегающее поведение. Она не захотела идти в школу, она захотела ее прогулять и убежать. Очень показательный момент. Почему? Да, то есть это здорово пронаблюдать. И опять же, будет классно, если, ну, мама или кто-то из специалистов подскажет, как вот это избегающее поведение можно реализовать так, чтобы это не отражалось ни на учебе, ни на работе будущей, ни на отношениях. То есть, понимаете, да, это очень важный момент. Поэтому, если все это сейчас закруглить и подытожить, ситуация классная. Это ситуация, где можно с дочкой выстроить теплые доверительные отношения, где можно выступить в качестве эксперта, но не как такая назидательная мама, которая грозит пальчиком, а обсудить на равных. То есть, выходить уже на более равные отношения. Это очень классно. И, вы знаете, меня, конечно, некоторые мамы проклинают за это, но я не устаю говорить, что учеба однажды закончится, а отношения с детьми останутся навсегда. Поэтому вот эти моменты, они как раз-таки для отношений с детьми, для любви с ними, для того, чтобы разбирать по косточкам эту жизнь и для того, чтобы как бы в позиции наблюдателя рассмотреть вот такие значимые, классные моменты. Да, тяжелый, да, конечно, там можно помыться, эмоционировать, поплакать, но, с другой стороны, можно приобрести наишикарнейший опыт, при этом опираясь на мамино плечо. Поэтому, по мне, ситуация суперская. И мое предложение относиться к ней и разбирать ее именно вот из такого ракурса. Еще раз спасибо за приглашение Всем пока! Итак, продолжаем нашу беседу. И следующий вопрос, который мы хотим задать. Но меня очень интересуют отношения родителей и учитель на самом деле. Как правильно выстраивать с ними отношения? Нужно ли им объяснять что-то про своего ребенка? Или они, в принципе, уже имеют мнение? То есть, лезть ли родителю в этот процесс? Или как идет, пусть идет? Ну, смотрите, мое мнение, все равно ребенок под защитой родителя. Вы выполняете функцию защиты. То есть, вы на самом деле сейчас отстаиваетесь с права своего ребенка, защищаете, и вы полностью его опекаете. И можете свою позицию смело говорить учителю с позиции взрослого. Ваш ребенок еще не может разговаривать с позиции взрослого, не берет на себя ответственность. Пока что вы берете ответственность, и вы решаете, в какой школе будет учиться, в каком классе, как она одевается, какие кружки она посещает. Вы это все сами решаете, поэтому нужно общаться с преподавателем, с самым родителем. Ребенок может оставаться в стрессе до тех пор, пока он чувствует свою незащищенность. Если происходит конфликт с учителем, родитель должен прийти в школу и как-то отреагировать на это. Любая реакция возможна, но в этом случае ребенок чувствует, меня защищают. Я полностью защищена. Что бы ни случилось, мама на моей стороне. Это очень важно для самооценки ребенка. Я бы еще даже сказала, что очень важно пробовать не допускать конфликтов. Ну, то есть налаживать контакт заблаговременно. Действительно, есть учительница первая в первом классе, с ней познакомиться, настраивать как-то ее позитивно на своего ребенка. И я более чем уверена, даже когда у меня есть опыт педагогический, когда родитель действительно беспокоится, переживает о своем ребенке. Есть дополнительная галочка у педагога. Ну, вот у меня было как у педагога, что так, тут мама правда вовлечена, включена и какие-то даст рекомендации. А есть педагоги, которые сами спросят. И это, конечно, тоже здорово, когда такие бывают, что они сами спрашивают, а какие особенности у ребенка, что нужно учитывать в процессе. Но вот мне интересно Настяное мнение, хотела бы ли бы ты, чтобы твои родители как-то взаимодействовали с учителями. Как бы тебе было? Ну, иногда я боюсь, чтобы мама не сказала такого чего-то лишнего, что потом могло навредить, например, мне на уроке. А вот твоя мама там считает тебя такой-то, я тебя такой не считаю, все. Типа я боюсь, что потом мне самой станет от этого, как-то хуже, что учитель поменяет мое отношение свое ко мне, точнее. То есть если это резко случится, вот именно, что если родители как-то резко ворвутся в жизнь ребенка, не постепенно, что если это было с самого начала, то вполне... Ну, все-таки как-то хочется самой решать с учителями что-то. Но если уж такая ситуация происходит, ну, мама вмешается, ну, теперь я поняла то, что хуже не будет. Будет. Надо же понимать, что уже те выпускные классы, это не первый класс, когда ты прям защищаешь своего ребенка. Десятый, одиннадцатый. Мы уже много сами не знаем про своих детей, как они ведут. Я думаю, что для многих, наверное, было бы откровением поведение ребенка, если показали бы вот то, что происходит на уроках на самом деле. Тоже надо это учитывать. Ну, конечно, человек в разной ситуации, в разной социальной роли, по-разному реагирует, ведет себя, это абсолютно нормально. Ну, нельзя забывать, что подходит время сепарации. То есть ребенок начинает показывать свои границы. Чем он может показать? Тем, что хочется побыть одной в комнате. Это нормально. То есть это первые шаги вот к этой сепарации, к тому, что ребенок заявляет, я взрослею, мне нужно личное пространство. Если конфликтная ситуация, ребенок не может ничем оперировать, не может противостоять родителю, он может просто кричать либо замолкать. То есть вот это вот безмолвие, я не буду с тобой говорить, ты ничего не поймешь, это тоже как способ защиты и способ коммуникации. Но это в худшем случае. Или просто закрыть свою дверь и не выходить из комнаты. То есть родителям нужно понимать, что у него гормональный сейчас идет дисбаланс, ребенок растет, ребенок взрослеет, и в эти конфликтные ситуации все равно попадает как бы мы ни защищали, что бы мы ни говорили, все равно конфликты будут, и надо научить своего ребенка конфликтовать, выходить из этих конфликтных ситуаций. И первым делом мы бы рекомендовали просто разделить вот эту ответственность, разделить эту боль. Да, я вижу, ты пришла из школы, тебе грустно, что произошло? Я, наверное, могу предположить, если ребенок мне не говорит, что произошло. Возможно, ты обиделась, ты с кем-то дружишь, кто-то с тобой перестал дружить, какой-то треугольник сложился, потому что в детском возрасте тоже складываются треугольники, кто с кем дружит, против кого. И нужно рассказать, у меня тоже в детстве был такой случай, мне тоже было больно, неприятно, когда девочка дружила со мной, потом выбрала другую девочку со мной и уже не дружит. Это тоже я пережила, я знаю, как это. И ребенок тогда понимает, что вы, несмотря на то, что взрослый человек, можете представить, каково это переживать эти эмоции, разделить с ним эту ситуацию. Это очень важно. Ну, вот, мне кажется, у нас был такой разговор за кадром, и Настя чуть-чуть поделилась, что есть некое напряжение в классе. Можешь немножко рассказать, какие возникают ситуации, трудности, потому что я знаю, что есть очень разные классы, есть очень разные поведения подростков. Как вот у вас складывается? Ну, вот у нас класс в последнее время стал достаточно дружным. Наверное, мы понимаем то, что все, последний год вместе учимся, потом уже все, находимся в другие классы. Расставание сплотило. Ну, кто-то, конечно, останется, но все равно как-то думаем уже, как мы будем по друг другу скучать. Ну, бывает такое то, что когда кто-то выступает, его не слушают. Ну, я понимаю то, что кому там интересно с другой стороны, но все-таки, когда начинаются какие-то комментарии, какие-то смешочки, вот, неприятно бывает. То есть хотелось бы, чтобы была какая-то поддержка со стороны одноклассников. А есть ли у вас такое вообще, такая откровенная возможность откровенно говорить друг с другом, и, например, про это прояснить с одноклассниками, сказать, что, знаешь, там, было бы здорово, если бы ты меня там слушала, и там, ребят, давайте друг друга поддерживать. Как у вас такие разговоры бывают душевные? Ну, не бывают. Ну, то есть я могу так поговорить с теми, кто уже меня и так поддерживает каким-то образом. Ну, а если человек не понимает, ему неинтересно, зачем я буду его как-то заставлять. То есть у вас есть такие микрогруппы, которые... Есть, всегда такое есть. У нас нет такого-то, что каждый учится и дружит, с каждым взаимодействует. Настя, а что для тебя дружба? Что значит... Поддержка. Поддержка. Ну, это правда, мне кажется, важно, когда ты чувствуешь, что ты в коллективе, и никто не против тебя, больше как-то за или хотя бы нейтрален. Ну, и, наверное, нейтрален тоже как безразличие может восприниматься тоже не очень приятно. Ну, я в школу не так часто хожу. Все, ты уже ушла на самообразование. Чтобы не оценить, да? Могу сказать как психолог и как мама, что нужно отслеживать состояние своего ребенка. Если присутствует некая тревожность, нужно на это обратить внимание. Хочу поделиться случаем, которые достаточно показательные в этом плане. Когда мой сын сдавал ЕГЭ в другой школе, которая рядом с нами, произошел трагичный случай. Мальчик покончил с собой, сбросился с 17 этажа и оставил родителям предсмертную записку. Сказал, уважаемый родитель, я не оправдал ваших ожиданий. Мои баллы по ЕГЭ не 100 баллов. А, кстати, у него там было в пределах 50-60. То есть он не сдал на 0, а сдал на хороший балл. И тем не менее, вот такой трагичный случай произошел. То есть насколько ожидания результатов ЕГЭ были важны в этой семье. Или там еще какие-то механизмы включались в действие. То есть не доводить до такого состояния. То есть это очень грустно, что такое происходит. И тут явно превышена значимость этих результатов ЕГЭ. И сейчас мы выслушаем мнение по этому вопросу эксперта, психиатра. Добрый день, спасибо большое за ваш вопрос. Его можно разделить на три основные части. Это следует ли вмешиваться в отношении ребенка и учителя. Это то, как ребенку подготовиться наилучшим образом к экзамену. И то, как вам реагировать на сложившуюся ситуацию. По поводу вмешательства в отношении ребенка и учителя. Самое главное понять цель этого вмешательства. Я так предполагаю, что в вашей ситуации целью будет улучшение коммуникации. Между преподавателем и ребенком. Поэтому тут вы можете инициировать разговор с ребенком. И спросить у него, подробно разобрав. Как он думает. Для чего учитель отправил ему это голосовое сообщение. Скорее всего, при подробном разговоре вы выясните. Что таким образом преподаватель вовсе не имел в виду чего-то плохого. Видимо, она имела в виду, что она тоже расстроена. Она тоже обеспокоена. И она хотела бы, чтобы ребенок более усердно занимался. Более усердно готовился к экзамену. Скорее всего, ее целью не было сделать так, чтобы ребенок боялся и не ходил в школу. То есть это был ее способ мотивации. Когда ребенок поймет, что таким образом преподаватель имел в виду вот это. Что он хотел бы, чтобы он готовился усерднее. Что она тоже расстроена. Возможно, такой способ поможет ребенку лучше коммуницировать с учителем. И лучше понимать способы мотивации и то, что имелось на самом деле в виду. Дальнейшее. По поводу подготовки к экзаменам. Пора единого госэкзамена. Сдачи предварительных тестов. Сдачи основных тестов. Это такая тревожная пора и у учеников, и у их родителей. Поэтому возрастание уровня тревоги в данной ситуации вполне логично. Вообще тревога – это естественный эволюционный механизм. Это естественная эмоция, которая дана нам эволюцией. И тревога, она физиологична. Она возрастает чаще всего в момент, когда есть нехватка времени, недостаток информации. Либо это какое-то действительно важное событие для нас. Либо это какая-то угроза, например, угроза жизни. Поэтому тревога физиологична. Но если в данном случае тревога выходит из-под контроля, то тогда вы можете предложить ребенку следующее. Вы можете поговорить о том, что же его волнует, что же его тревожит, что же он на самом деле боится. Чаще всего под тревогой и страхом скрываются разные мысли. И вы можете сесть, подробно поговорить и даже выписать эти мысли. Чаще всего это мысли о том, что я буду хуже всех, я буду неудачником, я не оправдаю ожидания родителей, учителей, своих собственных и прочие-прочие моменты. Самым главным в этом моменте будет что? Вы можете выписать эти мысли на бумагу. Вы можете продумать план действий. О том, что будет, если. Это чаще всего и пугает ребенка. То есть страх неопределенности. А что же будет, если вдруг? Если же будет четкий план того, как действовать, даже в ситуации частичной неудачи, что-то пойдет не так, что-то случится не так, как задумалось, тогда у ребенка будет понимание ситуации. То есть как минимум у него уйдет страх неопределенности. Он будет знать, что ему делать. Это понизит уровень тревоги. Кроме того, вы можете предложить своему ребенку техники релаксации, техники отвлечения внимания, которые также можно использовать при тревоге. Это могут быть дыхательные техники, такие как, например, квадратное дыхание. Это могут быть релаксационные техники, такие как прогрессивная мышечная релаксация. Это могут быть техники из mindfulness, например, такие как бодискан. И многие-многие другие. Все эти техники вы можете найти в интернете в открытом доступе и применять их как сами, так и вместе с ребенком для того, чтобы снизить уровень тревоги. Кроме того, очень часто в возникновении предэкзаменационной тревоги имеет значение понимание контроля. Потому что помимо негативного восприятия тревоги, того, что это опасно, это плохо, это ужасно, есть еще и, скажем так, позитивное восприятие тревоги, когда такой ребенок, такой подросток, даже взрослые, они думают о том, что если я буду очень много тревожиться, тогда я предусмотрю все возможные исходы развития событий. И тогда я буду ко всему готов. Тогда я смогу все контролировать. Тут самым лучшим образом будет поговорить с ребенком о том, что же действительно он может контролировать, и что же находится за властью его контроля. В данном случае я часто в работе с пациентами применяю метафору спортсмена. И вы можете предложить эту метафору также и ребенку. Можете поразмышлять над тем, как, например, спортсмен может готовиться к какому-то важному своему соревнованию, на что он действительно может повлиять, и что за властью его контроля. Чаще всего, когда вы размышляете, разговариваете с ребенком на такую тему, выясняется, что спортсмен может повлиять на регулярность своего режима дня, на режим питания, на рутинные физические нагрузки для того, чтобы к определенному времени выйти на пик формы. Он может вовремя ложиться спать, он может правильно питаться. На что же спортсмен при подготовке к какому-то важному своему соревнованию повлиять не может? Например, он не знает, какой соперник ему попадется. Он не будет знать, какая будет погода в этот день, какие будут зрители на трибунах, какой будет судья, и будет ли он предвзят, например, к нему, или что-то еще. Это действительно то, на что повлиять невозможно. После того, как вы ввели эту метафору, вы можете переключиться на конкретную подготовку ребенка к экзамену и поговорить с ним о том, на что он может повлиять во время экзамена, и что же все-таки за властью его контроля, и о чем, пожалуй, не следует так сильно беспокоиться, потому что действительно, беспокоясь, он не возьмет под контроль ситуацию. И тогда, когда ребенок понимает это, он действительно осознает, что есть вещи, которые он контролирует, и которые он может действительно, на которые он может повлиять, и есть те, которые выходят за его контроль. Хотелось бы в конце поблагодарить вас за вопрос и сказать вам, что если вдруг вы не справляетесь с предокзаменационной тревогой, если вдруг предложенные техники и способы решения проблемы не помогают вам, то вы всегда можете обратиться за очной консультацией, за помощью и поддержкой к психотерапевту. До свидания и желаю вам здоровья. Ну, я хочу сказать, что вот какие-то такие совсем экстренные решения, принятие решений, это, конечно, не постоянная практика детей, чтобы родители не ходили теперь и постоянно ожидали, что что-то случится очень трагичное. Это действительно происходит, но там должно быть сочетание факторов, да, и эмоциональных, и физиологических, и то, как в семье организована среда. То есть я бы всегда смотрела на ребенка, на семью очень комплексно, да, то есть вот такой подход, когда не брать там только одного ребенка или там только одну учебу, ее рассматривать. Всегда, даже когда происходит стресс на учебе, очень важно то, какие отношения с родителем, какие отношения в классе, с педагогом, то есть вот такой некий комплексный подход, не углубляться в одну точку, а именно попробовать расширить взгляд на ситуацию. Потому что так и бывает, что все хорошо, да, все нормально, все нормально было, но что-то потом трагедия случилась. То есть вот такой момент очень, мне кажется, важный. Вот на примере, опять же, моих подруг, у которых сейчас дети поступили учиться, я хочу сказать, что вот это ЕГЭ, это такой прям квест. Это сложно, это нервничает вся семья, не только ребенок. Очень большой порог вот этих баллов, чтобы поступить на бюджет. Это прям навязчивая идея какая-то превращается. И по факту, потом, когда ребенок уже сдал этот высокий балл, оказывается, что этого все равно недостаточно, потому что только 4 бюджетных места. То есть это превращается в какую-то архи-сложную задачу. А потом, когда родители уже ее плюют, уже они согласны на все, они согласны на эту коммерцию, за 3-4 дня или за 4 часа, как было в этом году в нашем мединституте, дополнительно выбрасывается 40 мест. Поэтому это вот какая-то даже лотерея. Или это у кого крепче нервы, или это надо разобраться в этой системе. То есть это все сложно, это все нагнетается. Поэтому надо как-то заранее подготовиться к тому, действительно вам нужны эти баллы, или вы все-таки готовы не идти на этот бюджет. Знаете, Инга, тут вот дело в том, что очень важно, чтобы была вот эта внутренняя устойчивость вообще ко всем любым видам стресса. То есть это один из видов стресса, это действительно трудный период, он сложный. Но опять-таки же, если к нему нет никакой готовности, если до этого отношения были несложны, не было контакта между родителем и ребенком, не было ощущения некой устойчивости и безопасности, что в целом в этом мире наша семья не пропадет, или наши члены семьи не справятся с этими трудностями. Вот если нет этой надежды, то очень тяжело. Эльвира, вот с точки зрения системной семейной терапии, как вы рассматриваете этот вопрос? Ну, обычно к нам, системным семейным терапевтам, приходит семья целиком, или два-три человека, и рассказывают какую-то проблему. Есть проблема, и есть разные видения этой проблемы. И мы, как правило, формируем какой-то общий запрос. Бывает, ребенок один запрос озвучивает, родители другой запрос, и бывает, даже бабушки, дедушки приходят и пытаются договориться. И тут мы учитываем ценности семьи. Если в приоритете, в ценностях семьи стоит образование, то вся семья старается направить все усилия на то, чтобы были хорошие оценки или какие-то хорошие показатели по ЕГЭ. Но бывает так, что не все хотят, не все стремятся обучаться. И тут задача психолога донести, что ваш ребенок другой. Потому что часто приходят родители, которые, допустим, в какой-то области уже проявили себя. То есть они математики, либо физики, а ребенок у них творческий. И они говорят, мы не можем себе представить его на сцене. А он у нас поет, танцует, и вот он учит стихи. То есть нужно принимать ребенка, видеть его сильные стороны? Принять, принять эту индивидуальность. Потому что мы все разные. Ожидать, что все пойдут по твоим стопам, ну невозможно. То есть, может быть, на самом деле какой-то ребенок имеет момент, идет вразрез в вашем представлении. То есть он тут революционер вашей системы. Он кардинально меняет направление, и ваша задача через этого ребенка принять вот эту разноплановость мира. Посмотри, что не только из математики состоит, но еще есть что-то другое. Есть творческая часть. И у меня был такой случай, конкретно такой случай был. Такая семья приходила. И в конце концов, когда родители и бабушки, и дедушки, в том числе, приняли индивидуальность такого ребенка, пришли к нему на концерт, сели в первый ряд, и увидели, как он выступает, что у него главная роль, все овации, аплодисменты ему. И, наконец-таки, переглянувшись, они сказали, ну да, мы понимаем, он артист. Они приняли, да, то есть и мама облегченно вздохнула. Ну, похоже, им важно было именно результаты, то есть что он не просто занимается делом, которое по душе, а еще и достигает какого-то уровня. Ну да, тут как бы неоспоримый успех, да, тут принять это уже, не принять невозможно. Это факт, ребенок состоялся. Такой другой вопрос, а когда придет время поступать, и что они скажут? Иди все-таки на артиста, или все-таки, говорит, что мы все-таки живем, увидим. Есть же прекрасные вузы, которые дают высшее образование именно для артистов, для творческих профессий. Правильно. Да, вот смотрите, да, это такой момент, что родители могут с высоты своего опыта, менталитета и всего говорить, ну какой, хорошо, даже ты хороший артист, но это не профессия. А я вам хочу как раз вот сказать про то, что если бы они общались с людьми, которые, например, в этой профессии состоялись. У меня есть опыт взаимодействия с нашим колледжем культуры, и это невероятно высокий уровень образования. Это колледж, но там люди высоко образованы. Они действительно, у них широкий кругозор, с ними есть о чем поговорить. У них поставленная речь, они прекрасно могут взаимодействовать с другими людьми. Они реализованы. Да, они успешны. То есть наше противодействие именно творческой, именно индивидуальности ребенка бывает, что и губит ребенка. То есть он не пошел туда, куда ему следовало бы. Мы направили, а там, ну как вот средствия, вы же сами говорите, бросают институты. А еще вот момент того, что верить в то, что в любом деле можно достигнуть успеха. Даже будучи уборщиком, правда, можно дойти до того уровня, что открыть свою клининговую компанию и зарабатывать огромные, колоссальные деньги, потому что это сейчас настолько стало популярно. Поэтому здесь не чувствовать каких-то ограничений, наверное, стоит, что даже если ты не получишь там тоже образование, может быть, у тебя есть какая-то внутренняя смекалка, способности. Или коммерческая жилка. Да, может быть, ты притягиваешь людей каких-то таких, которые тоже очень предприимчивые, активные, и они с тобой вот это дело пойдут делать. То есть видеть вот эти сильные стороны и на них делать упор, мне кажется, очень важно. Да, так и есть. Потому что если мы будем все время развивать наши слабые стороны, мы упустим наши сильные стороны. Согласна. Об этом говорить, да, наверное, позитивная психотерапия. Ну, и в том числе, да. Сильные стороны. А вот когда развивать слабые тоже нужно, чтобы не быть каким-то... А вот ребенок, когда я не знаю, чего я хочу, а я не знаю... Надо тогда показывать, что есть. Как? Ходить на экскурсии, в разные места. Вот когда говорит, я не знаю, чего я хочу, это значит, до этого он 150 раз сказал, что он знает, хочет, а ему сказали, не лезь, это не то, это фигня, это мелочи, это не важно. Вот тут момент, что попробовать откатить назад и вспомнить, что он когда-то тогда говорил, скажи, пожалуйста, что у тебя в твоей реализации, твои хобби или твои какие-то направления, что кроме школы тебе интересно? Ну, я начала вязать крючком и в дальнейшем я планирую открыть свой магазин. Вот это да! Ты веришь в это? А родители верят в это? Ну, она смеется. Смеется. Подожди, магазин. Я сказала уже, я прошу ей связать мне тунику на пляж. Говорю, мне надо. Она говорит, подожди, у меня очередь. Уже очередь заказов. Настя, поздравляю. А то, куда ты поступаешь, оно как-то связано с этим? Это тебе поможет образование? Или ты еще не решила? Я еще не знаю, куда поступаю, но, наверное, это что-то связано с иностранными языками. У меня одна дуда. Я хорошо работаю. Нет, ну, мне действительно это нравится. Это не так, что мама сказала, поступай там, учи английский, я его учу. Вот я начала учить турецкий вчера. Ничего себе. Это да, здорово. Значит, у тебя, видимо, к этому тоже способности. Ну, и не всегда же человек должен быть как-то узконаправленный специалист. Он же может быть разносторонним и по-разному. Нет, ну, начнем, мы начали со спорта. Да, вот я занималась 9 лет 9 лет художественной гимнастикой профессионально. И как бы у меня мои увлечения этим и заканчивались. Я ничем другим особо не занималась, кроме гимнастики. Это была моя такая вот особая, особое мое место. Ну, это, наверное, спорт, просто для жизни, Ну, ты, наверное, там тоже какие-то результаты высокие же достигли. Да, у меня есть звание кандидата в мастера спорта. Ух ты. Вот. Но сейчас мне это никак не помогает в дальнейшем. Ну, вот тоже вопрос, помогает ли оно в дальнейшем? Ну, вот сейчас тебе дают какую-то дисциплину. Зато я, да. Мне кажется, что я из-за спорта стала какой-то дисциплинированной. Я много где побывала на соревнованиях без мамы. И то есть как-то Самостоятельность. Научилась самостоятельности какой-то. Конечно. Опять же, осанка, да, здоровье тело. Ну, осанка, я не знаю. Здоровье тело тоже это спорный вопрос. Вот, потому что физкультура лечит, а спорт калечит. Ну, зато, это правда, действительно, вот волевая сфера развивается очень ненавязчиво. То есть ты, дисциплинированной, самостоятельной, но при этом оно вот в среде такой организованной очень даже хорошо развилось. Ты говоришь о том, что у тебя есть некая целеустремленность. Это же тоже спорт дает, когда нужно достигать и двигаться к результату. Тоже опыт полезный. Ну, то есть я тоже, наверное, хочу сказать про то, что очень важно, чтобы не было какого-то очень узкого взгляда. Если это будет только школа в жизни человека, вот тогда ему будет очень сложно, если там вдруг что-то не получится. А если есть у меня опыт спорта, опыт творчества, опыт еще чего-то, еще чего-то, то это как дополнительные такие подпорки, которые держат самооценку. Сейчас мы с вами хотим поговорить о выборе профессии. Как мы выбираем? Родители помогают либо самостоятельно? И какой итог? Сдали экзамены и дальше что? То есть мы выбираем вуз и предполагаем, что мы будем как-то работать, где-то зарабатывать. А бывает так, что хобби становится профессией и приносит какую-то монетизацию. О том, как наше хобби влияет на счастье, смотрите в этом видео. «Пять хобби для счастья». И давайте поговорим на эту тему. Как все-таки мы выбираем профессию? Нам кто-то советует либо мы сами приходим к какому-то выводу? Вообще, очень интересный вопрос. Сколько факторов влияет на отдаленное такое решение? И как к нему люди идут? Мне кажется, этот путь очень тернистый. И он предполагает много чего попробовать. и вот как раз через попробовать можно прийти к тому, что интересно. А хобби как раз очень доступный, легкий способ, чтобы что-то ощутить. Вот, например, у меня было хобби фотография. Я в детстве фотографировала, всегда даже в школу ходила с фотоаппаратом. Раньше не было мобильных телефонов. И таким образом я просто фотографировала. Это было мое хобби. Родители его поддерживали, видели, что мне это нравится. и финансировали его. И, естественно, когда я приносила в школу фотографии, тогда это было редкостью. И мы даже сделали свою стенгазету. Это очень нравилось, это очень стимулировало. Я понимала, что я молодец, и это очень круто, и это всем нравится. И уже после того, как я закончила институт, еще во время обучения я также фотографировала. И это хобби приносило мне какой-то доход. То есть иногда хобби, когда ты очень сильно любишь то, что ты делаешь, оно в любом случае принесет монетизацию. То есть сначала ты чем-то впечатляешься, а потом оно приносит тебе доход. То есть то, что понравилось тебе, однозначно понравится и другим людям. А как родителю вообще понять, что это есть в современном мире? Потому что некоторые профессии, там, сммщик, еще какие-то, кодировщик, для родителей некоторых это звучит вообще непонятно. Китайская грамма. Непонятно, да. Как согласовать с ребенком этот вопрос? Информация придет через вашего ребенка. Она скажет, я где-то видела и я знаю, что у кого-то, допустим, сестра или брат работает системным администратором или пишет какие-то программы, как это, где это, я хочу тоже научиться, потому что вижу, что это интересно, это приносит какой-то доход. То есть вы в любом случае узнаете это от молодежи. Если мы не знаем какие-то новые профессии, они приходят в этот мир и мы откуда-то это узнаем. Мне кажется, есть еще профессии, которые даже не появились, но к ним уже как-то готовится человек. И вот как раз-таки определенные навыки, которые метапредметные, или которые находятся в поле всех других профессий, нам помогут в них быть успешными. Например, в любой профессии будет полезно уметь договариваться. Даже если мы берем какую-то историю с техникой, но люди создают эту технику и с ними нужно будет договариваться. В любой профессии будет важно чувствовать себя устойчиво, представлять себя, самопрезентация, быть как-то устойчивым, справляться с стрессами, трудностями, нагрузками, ставить себе цели. И вот можно готовиться к этому, к тому, чтобы быть успешным человеком в какой-то профессии, неважно в какой, и не давать такой настрой, что вот только эта профессия будет успешна через 20 лет. то есть тут говорится о том, что мнение психологов таково, что нужно больше уделять внимание личностным качествам. Стрессоустойчивость, решительность, целеустремленность, какую-то ответственность, то есть какие-то качества личности, которые помогут во всех профессиях. А то, где загорелся ребенок, нужно поддерживать его интерес. Пускай даже эта профессия сейчас нам непонятна, и как она будет работать в будущем, тоже неизвестно. Но раз есть такое влияние времени, можно просто рассматривать. Раньше были экскурсии на разные предприятия, сейчас, наверное, этого нет. Но, по крайней мере, чем больше вы покажете своему ребенку, что есть такие профессии, такие, такие, и будет больше картинка сформирована в голове ребенка, и понимать, ребенок будет, что у него есть выбор. И вы в любом случае будете этот выбор поддерживать. Мне кажется, еще вот как с примером у Эльвиры, что вот фотография, явно сейчас вы не так часто фотографируете, или это не является вашей основной профессией. Но при этом, как и вязание крючком, это дает ощущение стойкости, ощущение, что я в пределе, что-то умею, преодолеваю трудности, что в целом, если что, случись, а я могу связать плед. Или там, если что, я могу пойти фотографировать. Перееду в другую страну, не буду знать языка, но вот людей буду фотографировать и фотографиям выдавать. Но главное не останавливать, не говорить, что ой, все, это не будет твоей профессией. Пускай она вяжет, пускай она учится, может быть, у нее это и пройдет. То есть она навяжет какое-то количество вещей и скажет, ну мне это уже не нравится, я уже присытилась этим. И пойдет дальше. То есть любое увлечение, оно для чего-то, оно стимулирует нас. То есть у нас происходит такой выброс энергии на что-то интересное. Мы всегда действуем в своих интересах, мы всегда хотим быть там, где неизвестное, новое, необычное, интересное. Мы не можем пойти туда, где неинтересно. Это будет крайне сложно. И в конце концов мы это бросим. А что тебе интересно? Многое. Многое, да. Например, вязание мне интересно. Ну, наверное, еще, ну я не только вязала, я еще и плела из бисера, например. Ну это что-то такое, вот прикладное. Вот. Когда была маленькая, из маленьких резинок тоже была актуальна, и родители мне заказали очень много этих резинок, они были по всему дому. То есть меня всегда поддержат вот эти хобби. То есть папа идет на кухню, такой, откуда тут резиночки? Это мое хобби, да? Да, я говорю, мое. Ну, на самом деле, вот такие мелкая моторика, это же еще и тоже залог от стресса, что когда можно успокоиться, вяжешь, и все, все треоги связал. Что-то медленное, монотонное, да, вот раньше на Руси, почему садились, да, женщины все вместе лепили пельмени, как будто бы успокаивались, и было состояние такой общности. Сейчас этого уже нет, и ребенок выбирает что-то сам. Плетение макраме, возможно, рисование, чтение. Наверняка ты любишь читать. Ну да. Ну просто сейчас я читаю литературу по школьной программе в основном. И так ее много. Потому что ее и так очень много. Да. Уже на какой-то свой интерес время нужно выкрыть. Это не так просто. Ну, конечно. И вот эти все многочисленные увлечения, интересы, хобби, они как раз и дают возможность человеку сформироваться, выбрать для себя, что да-да-да, мне нравилось вязать, но я как представлю, три часа к ряду, а вот выхлоп такой, то может быть в итоге как раз-таки это будет от чего-то давать оттолкнуться и двигаться куда-то. Сейчас мы хотим дать слово нашему специалисту, специалисту, который делает осознанно, помогает выбрать профессию осознанно, Марине Пискаревой-Ларюшиной. Стоит ли вступать в коммуникацию между учителем и моим ребенком, подростком, если возникли напряженные отношения? Отвечу я. Марина Пискарева, тренер по осознанному выбору профессии. Даю возможность выбрать профессию по душе, стать востребованным, а родителям поверить в будущее своих детей. Помимо этого, я ищу и мама двоих подростков. И у меня есть профессиональная точка зрения на этот вопрос. Я свято верю, что в этом возрасте наша задача помочь стать нашим детям взрослыми и самостоятельными. Поэтому мы можем доверить этот контакт, диалог, если главное, у ребенка есть ресурс. Вы видите, что он готов вступить в контакт, у него есть своя позиция, он знает, что он предпринят и это будет конструктивный диалог. Не важно, придет ли он к какому-то правильному решению, его нет. Самое главное, он получит опыт и решение какой-то задачи. И дальше вы, как родитель, позволите ему его отрефлексировать. Задайте ему вопросы. Что ты планируешь предпринять? Что ты чувствуешь по этому поводу? Какие действия ты мог бы сделать? Что сказать учителю? К чему это приведет? Тебе нужна моя в этом помощь. Что тебе поможет справиться с этой ситуацией? Благодаря таким рефлексирующим вопросам вы поможете ребенку осознать ситуацию, понять его ресурсы. Он сам скажет, ты мне нужна или нет. Это будет гораздо важнее, чем решить за него. Определить, будет делать так, я пойду, защищу тебя. Наша задача помочь выстроить такие отношения на равных, помочь ребенку и быть такой позицией наставника. Отвечая на второй вопрос, а как я, как родитель, могу помочь моему ребенку, если он сдает ОГ и ЕГЭ, то, наверное, будем исходить из следующей гипотезы. В чем сложность, главная сложность ребенка? Во-первых, в том, что существует огромное количество стресса. И этот стресс, он формируется, как правило, и из школы, и второе, из домашней среды. Поэтому для себя ответьте на вопрос, если вы сами испытываете тревогу по отношению к экзаменам, которые сдает ваш ребенок. О чем эта тревога? Задайте себе этот вопрос. Первое, он не справится, у него не получится, да? А как я, как родитель, могу помочь ему, чтобы у него получилось? Нашими иногда бессмысленными вопросами, которые только нагревают и подогревают вот эту неуверенность и тревожность, мы только иногда губим ситуацию. Поэтому выдохните, все отлично, верьте в своих детей. Это самое главное, что мы как родители можем сделать. И посмотрите на ситуацию объективно. А если конкретные факты, которые говорят о том, что у ребенка не получится, перепроверьте это, сдайте пробник, какие там результаты, есть ли настоящее основание для переживания. Если есть, тогда подумайте, как их решить. Есть ли репетитор, есть ли какие-то дополнительные задания или какие-то другие способы, которые помогут справиться с этой ситуацией. Действуйте предметно, конкретно, без лишних, ненужных эмоций. Это будет самая главная поддержка в наших ребенка. Я в тебя верю. У тебя все получится. У тебя все есть для того, чтобы преодолеть эту ситуацию. Вторая история. Очень частая. Почему у ребят очень часто не получается сдавать какие-то экзамены? Потому что они не хотят их сдавать. Они выбирают наиболее то, что сдают все очень часто. И тогда выбрать предметы, по которым я захочу дальше развиваться, потому что они мне нравятся. Это является самой главной идеей. Когда у меня есть цель, например, в виде профессии, в виде образа будущего, к которому я хочу стремиться, у меня появляется естественное желание, внутренняя мотивация готовиться, стараться идти вперёд и достигать этой цели. И тогда достижение этой цели будет наполнено смыслом, радостной, вдохновенной эмоцией. И вы тем самым поможете ребёнку прийти и к самому результату, к промежуточному, но увидите конечную цель. Осознанный выбор профессии в этом будет такой очень хорошей поддержкой и вам, как для родителя, потому что вы увидите, как ребёнок вас вдохновится, но и для самого ребёнка, потому что он увидит в этом смысл. Как выбирать профессию? Всегда опирайтесь на два главных фактора. Что я хочу делать и что я могу делать? Два основных фактора, которые в итоге будут вдохновлять вашего ребёнка и наполнять его жизнь счастьем, осмысленностью, и он будет приносить результат. Результат — это то, за что нам платят деньги. Поэтому два главных фактора. Помогите своим детям их осознать. Для того, чтобы понять, что нравится ребёнку делать, наблюдайте за ним и помогайте в том числе рефлексировать вместе с ним. Находите те моменты, которые он готов делать до бесконечности, он не может остановиться. О чём это? Задавайте ему вопросы. Что ты сейчас делаешь? Почему тебя это вдохновляет? Что именно тебя вдохновляет? Мы зачастую не задумываемся об таких простых вещах. Пусть ваш ребёнок рефлексирует, а вы слушайте его, потому что мы очень часто не знаем наших детей. Второе. Наблюдайте, что ребёнку получается делать, потому что нравится и получается. Это разные вещи. И третье. Очень важное. Задавайте ему вопрос. Это твоё желание или желание окружающих, твоих друзей, знакомых. Это тенденция из телевизора или какая-то другая история. Потому что истинное наше счастливое будущее, к которому мне хочется идти, это моё будущее, это моё сердце, это мой выбор. Удачи вам! Спасибо всем, кто смотрел наше сегодняшнее видео. С вами была я, психолог Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт, гипнолог, а также наша гостья Александра Прус, тоже психолог, наши гости, мама и дочка Инга и её дочка прекрасная Анастасия, а также благодарю всех специалистов, которые давали комментарии к этому видео. Мы очень рады вашему вниманию. Если у вас есть желание, чтобы мы разобрали ваш случай со специалистами, пожалуйста, пишите нам, мы обязательно с вами свяжемся. Спасибо за внимание и всего доброго. Всем до свидания. Субтитры